Друзья, ну вот мы и вышли в город Поридж, наш всеми любимый. Находимся на самой его пешеходной зоне. Сегодня 21 июля. Рабочий день, где-то около 10 утра. Как вы видите, народу в принципе не так много. Ну, потому что, видимо, да, потому что не так много в связи с пандемией. На завтрак люди уже пришли и ушли. Ну, а туристы гуляют вот в таких количествах, как вы видите. Сейчас, повторяю, рабочий день, среда и здесь 10 часов 30 минут утра. Вот такое количество народу в городе Поридж на пешеходной зоне. Мы идем к побережью, к порту. И, возможно, мы поедем в Венецию, возможно, мы поедем, прокатимся в наш любимый тоже городок Ровинь на кораблике. Покажем вам эту экскурсию. Посмотрим, изменились ли сейчас цены на экскурсии. Ну, и, как говорится, если чем меньше народу, больше кислорода, скажем прямо так. Магазинчики все открыты, работают точно так же. Зазывают на завтрак, на обед и ужин официанты из своих кабачков. Ну, все, все по-прежнему, все осталось, как и раньше. Маски никто не требует нигде. Я зашел в банк поменять евро. Мне даже в банке никто не спросил там про маску. Есть она у тебя? Нет. Всем настолько по барабану. Носишь ты маску или нет, одеваешь это каждому по-своему, как хочется. В общем, как-то так, друзья. Очень такие, конечно, здесь симпатичные маленькие улочки, на которых могут не разминуться даже два человека. Тем не менее, это улицы. И вот в этом и есть прелесть этого маленького городка, туристического городка. Порич на побережье Хорватии, побережье Адриатического Омона, друзья. Домам, которых уже лет по 100-200, вот таким домам, их специально оставляют под защитой государства, защитой памятников архитектуры. Этот городок входит так же под охрану ЮНЕСКО, как жемчужина Адриатического побережья Хорватии, с такой старинной архитектурой, где можно проследить, как было это все 100-200 лет назад, друзья. И в этом есть шарм какой-то свой, конечно, своеобразный. И в Вене это совсем по-другому выглядят вот эти архитектурные решения Адриатического побережья. Почтовый адрес даже здесь наверху, вот в этой башенке, тоже кто-то живет, друзья. Видите, стоит номер дома, название вот этой улочки. Ну и вот как-то так живут здесь люди, друзья. Это, конечно, очень своеобразно, да. Вот в таких старинных зданиях, адаптированных, конечно, под современный лад, почтовый ящичек свой. Ну, как я и говорил, здесь практически могут и не разминуться два человека. Пахнет рыбой. Кто-то готовит рыбу. Ну что, пойдемте дальше. В сторону моря. Ну вот мы и вышли уже к набережной. Время, я повторю, сейчас между завтраком и обедом. Там уже люди позавтракали, но еще время обеда не наступило, поэтому все кафе полупустые, если не сказать больше, практически пустые. Ну, официанты готовятся к обеду, к времени обеда, к наплыву посетителей. Ну, а мы выходим на набережную этого городка, городка Порич. Отплывают яхты, отплывают уже кораблики. Сегодня не очень жаркий день, как-то немножко облачность. Поэтому довольно комфортно гулять в это время. Впереди вас, вот сейчас вы видите, это остров, на котором расположена одна тоже из хороших фешенебелих гостиниц Валамар со своей инфраструктурой. И отсюда обычно ходит такая такси-перевозчик на тот остров, где там можно погулять, тоже с хорошими пляжами. У них свой пляж, и они живут как бы там маленьким особнячком, где они ходят толпы зевак глазеть на какие-то магазинчики. У них там все свое, со старым замком. Как вы видите, вот это такси, скажем так, трамвайчик, который курсирует между этим островом и портом города Порич. Можно его использовать для прогулок вот по этому острову. Впереди нас яхта под немецким флагом. немцы тоже любят этот городок, путешествуют на своих яхтах сюда. Друзья, посмотрите, какого такого военного, полувоенного образца, трехмоторная к Хонда станет каждый по 100 сил. Мощная лодка, скоростная. Ну, я думаю, что для покатушек любителей быстрой езды, прыгания на волнах, можно взять вот покататься на такой вот скоростной полувоенной лодке, друзья. Друзья, в общем, такие новости. Мы сейчас подошли к продавцу экскурсий и хотели взять экскурсию на Венецию, но, к сожалению, экскурсия недорогая, 70 евро на человека взрослого и до 15 лет полстоимости. То есть, корабль едет где-то 2 часа до Венеции отсюда, 6 часов в Венеции, там включена экскурсия и потом также вечером приезжает назад. 6 часов у вас получается день в Венеции свободный для прогулок по этому прекрасному городу. Но! Но! Есть одно но! По цене это, конечно, недорого. Как бы на целый день экскурсия с экскурсоводом в Венеции 70 евро. Но мы решили в Венецию не ехать, потому что действительно там какие-то тесты нужны, которые делать здесь. А поедем просто съездим в городок Равинь, дневная экскурсия на корабле. с завтраком на корабле. В общем, прокатимся по морю и посмотрим этот красивый городок Равинь. Вообще, конечно, классно здесь в городе, ребята, вот так вот походить. Днем пока нет вечернего наплыва туристов, вечерние часы, конечно, люди выходят гулять. А вот так вот днем, скажем так, до обеда, как мы сегодня прошли, спокойно, тишина, никто не кричит, не толкаются. Мариэль ищет что-то себе на память, какой-то, наверное, на браслетик. Что ты нашла, Мариэль? Какой? А? Никакой? Выбирает себе маленький браслетик. Такая самая, наверное, уютная палатка здесь под таким мощным деревом, друзья, посмотрите, вообще просто какая-то сосна, видимо, и по такой сосной скрывается вот эта маленькая палаточка, где все время тень. КОНЕЦ не знаю, решится, Мариэль, сделать татуировочку или нет. Сейчас выбираем, где-то стоит 7 евро за вот такой выбор. Татуировочку любую можно выбрать на руку, на ногу, на попу, на грудь, куда уходите. Это хенна тату, ну, как называется, не знаю, индийская хенна. После долгих уговоров Мариэль решилась все-таки на маленькую татуировочку, татуировочку на совсем маленькую. Ну, посмотрим, что из этого, что из этого получится, друзья. Ну, вот, друзья, что получилось. Теперь надо ждать 20 минут, чтобы это высохло. Осторожно, одежду, чтобы у тебя не стерлось. на набережной в свое время много веков назад защищала от нападений разбойников со стороны моря вот такая вот стена. Конечно, за ней можно было спрятаться, можно как-то отразить первые нападки, высадку на побережье каких-то врагов. веков. Друзья, на нашей стоянке, где мы запарковались в машину, где-то за 1 евро в час, увидели вот такой вот Land Rover из Германии. Смотрите, какой он серьезный тут приехал покорять дороги Хорватии на таком вот джипе Land Rover. Офигеть! Офигеть! И надо было ему сюда приехать вот на таком. Ну, может быть, он здесь где-то по горам ползает на таком. Хорошо, наша машинка. Уезжаем.